Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Шаэн Мегрян. Вопросы армян Западной Армении. Резолюция, осуждающая в лакаду Арцах Азербайджаном, сенатор США Падилла и Рубер. Есть серьезные опасения, что Баку готовит почву для агрессивных действий и этнических чисток в Арцахе. МИД Армении. Министр юстиции Армении в Страсбурге провел встречу с председателем СПЧ. Власти Баку открыли прицельный огонь в направлении Ярасхо. День рождения Саят Новый. Шаэн Мегрян родился 2 января 1952 года в селе Гелюстан Шамянского района. В 1969 году с отличием окончил среднюю школу, далее поступил на экономический факультет ЕГУ. В 1975 году, окончив университет, вернулся в Шаумянский район. Работал экономистом, первым секретарем районного комсомола. С 1981 по 1988 год директор концернного завода. С 1988 по 1991 год начальник управления агропромышленности. С 1991 по 1992 год председатель и первый секретарь райкома. Шаэн Мегрян один из первых, кто организовывал вооруженные отряды. В 1991 году после операции «Кольцо» враг захватил села Эркетч, Бузлук, Монашид. В сентябре Шаэн Мегрян организовал специальную операцию, в результате которой 11-13 сентября были освобождены три села. В июне 1992 года Шаэн Месриан в селе Атерк собрал отряд из 25 человек, вошел в тыл Прага. При непосредственной помощи гайдуков были освобождены села Мартакерта, Атерк, Акнаберг, Матагиз, Тонашен, Достагир и Сарсанское водохранилище. 11 марта 1993 года Министерство обороны Республики Армения создало воинскую часть, командиром которой был назначен Шаэн Мегрян. В Шаумянском районе, перешедшем под контроль азербайджанских сил в 1992 году по замыслу и инициативе Мегряна была осуществлена беспрецедентная и масштабная партизанская борьба в ходе Арцахской освободительной войны. Действующие в шаумянских лесах армянские силы Егны Кнеш создавали серьезные проблемы для врага. По убеждению многих, они могли освободить весь район. В апреле 1993 года вертолет, в котором находились Шаэн Мегрян и соратники, был сбит. После гибели командира часть партизан продолжила борьбу, зафиксировав некоторые успехи. Шаумянский район, тем не менее, освобожден не был. Благодаря особенностям нашей тысячелетней культуры, армянское орнаментальное искусство всегда находилось в центре внимания как армянских, так и иностранных культурологов. Когда армяне украшали страницы книг миниатюрами, выгравировали на камне детальные изображения, похожие на вышивку, внося смысл в каждый узор многих наций на земле еще не существовало. В нашем искусстве недостатка украшений не было. Древние корни этой сферы удивляли даже самых опытных специалистов. Каждый народ создавал свои орнаменты, основываясь на традициях, обычаях и мифологии. Сегодня наиболее распространенными способами их напоминания являются одежда, украшения и аксессуары. Армянские орнаменты, особенно на одежде, не были размещены в случайных местах. Создавались в тех местах, где они служили защитой. Особенно подчеркивалась область воротника, груди, края рук и боковых вырезов. Также бахрома. С особой тонкостью была расшита золотыми и серебряными свадебная одежда. Своеобразными мотивами были использованы на фартуках, пододельниках, сумках, хурджинах и на других аксессуарах в костюмной культуре Вана, Воспуракана, Мецайка, Арцаха, Зангизура. Более известный в мире символ креста. Орнамент, напоминающий армянскую заглавную букву Т. Древо жизни, часто приобретающий вид вазы ивы. Шестиугольные ромбы, звезды, особенно шестиугольники, изображения птиц, скобы. Американские сенаторы Алекс Падило и Марко Рубио объединились, чтобы представить четверг резолюцию о борьбе с блокировкой при поддержке широкого круга партнеров по коалиции американского гражданского общества. Резолюция отмечается. Резолюция призывает правительство Соединенных Штатов, международное сообщество подать петицию перед Советом безопасности Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим соответствующим международными органами. О расследовании любых военных преступлений, совершенных азербайджанскими силами против мирных жителей армян. Призывает разместить международных наблюдателей на пути в Бердзор и Арцах для изучения возможностей более эффективных и устойчивых гарантий безопасности и мирного развития. Призывает президента немедленно прекратить любую новую текущую или ожидаемую военную помощь США властям Баку. Полностью применить раздел 907 закон о поддержке свободы. Поддерживает санкции США в соответствии с действующими законодательными полномочиями в отношении бакинских чиновников, ответственных за блокаду Арцаха и другие сдокументированные нарушения прав человека, совершенные против армян в регионе, такие как нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, уничтожение исторически-культурных объектов, также объектов, имеющих большое значение для армян. Поддерживает усилия США, Евросоюза и Международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи жертвам агрессии Баку в Арцахе. Правительство Западной Армении приветствует внимание американских сенаторов к Арцаху. Именно сенаторы вовлекают правительство Соединенных Штатов, международные организации в процесс применения более строгих мер наказания против попрания властям Баку прав арцахцев и политики геноцида. Как передает Армемпресс в сообщении, распространенное Министерством иностранных дел Республики Армении, в частности, говорится, в течение длительного времени Министерство обороны Азербайджана практически каждый день распространяло фейковые новости о нарушениях режима прекращения огня армии обороны Арцаха в зоне ответственности российских миротворцев. Примечательно, что в информационных материалах, опубликованных российскими миротворцами, нарушения режима прекращения огня зафиксированы только с азербайджанской стороны. Призываем российские миротворческие силы строго соблюдать режим прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых сообщают бакинские власти, публично представляя всю ситуацию. Республика Армения уверена, что решение вопросов прав и безопасности народа Арцаха посредством диалога Баку-Степанакет в рамках международного механизма является неотложным и призывает международное сообщество поддержать этот процесс. Правительство Западной Армении считает важным осуждением МИДом Восточной Армении ложную и лживую информацию бакинских властей, призывая международные структуры быть бдительными в отношении поведения и лживых заявлений бакинских властей, к которым мы не раз обращались, открыв суд против бакинских властей в ЕСПЧ по вопросу беженцев из Шуши, будучи изгнанных из своих же домов, которые сегодня остались без статуса и без крова. Поддерживаем МИД Восточной Армении, который окончательное решение вопроса видит в непосредственном диалоге властей двух конфликтующих сторон Арцаха и Баку. Министр юстиции Республики Армения Грикор Минасян находится с двухдневным рабочим визитом во Французской республике Страсбург. Цель рабочего визита – обсуждение программы реформ Министерства юстиции в рамках сотрудничества Армения-Совет Европы с высокопоставленными должностными лицами Совета Европы, в частности, совместных достижений, зафиксированных в области защиты прав человека, демократии, верховенства права, а также перспективы сотрудничества. Стороны обсудили решение суда о возбуждении дисциплинарного и исполнительного производства в связи с нарушениями принятых Республикой Армении международных обязательств в области защиты прав человека в правовой системе. Грикор Минасян особо подчеркнул решение Европейского суда о применении промежуточных мер на основании запроса правительства Армении в рамках исков Армении против Азербайджана и нарушений конвенции, которые касаются гражданского населения, а также лиц, захваченные бакинскими властями в плен во время 44-дневной войны 2020 года. Также после нее Минасян также акцентировал внимание на принятых СПЧ промежуточных решениях, в рамках которых Баку был обязан обеспечить необходимые движения по Бердорскому коридору. Стороны также обсудили существующие механизмы контроля за исполнением решений СПЧ комитета министра Совета Европы. Правительство Западной Армении напоминает, Баку должен немедленно покинуть все оккупированные территории Арцаха. Заявление, распространенное Министерством иностранных дел Республики Армения, в частности, говорится, 13 июня Вооруженные силы Баку в очередной раз, прибегая к применению силы, открыли огромный по позициям Вооруженных сил Республики Армения и по объектам гражданского назначения, расположенным вблизи населенного пункта Ярас, Республики Армения. Примечательно, что бакинская сторона вела прицельный огонь в направлении металлургического завода, строящегося в Яраске с привлечением иностранных инвестиций. Этому предшествовали ложные обвинения Баку в адрес армянской стороны относительно строительства упомянутого завода. Республика Армения ранее уже заявляла, что строительство завода полностью соответствует международным обязательствам. Сейчас, обстреливая строящийся завод, Баку демонстрирует открытое пренебрежение к международному признанным границам Армении. Более того, Баку последовательно доказывает, что в переговорном процессе с Республикой Армения по всем направлениям руководствуется принципом навязывания Республики Армения, нежелаемых им решения путем незаконного применения силы, слабую реакцию и вседозволенность со стороны международного сообщества как благоприятную или поощряющую среду. Республика Армения смешанные такты и забитал игры, настраивая специальные мелодии. Долгие годы гастролируя по Ближнему Востоку, бывал в Персии, Индии и различных регионах Западной Армении. В разных регионах Западной Армении совершал обряд паломничества с покровителями армянских ашугок крепость Мышос Сурб Карапет Тарона. Получив всеобщее признание, получил прикрещение призвания Саят Нува в переводе с персидского «Охотник песни». Саят Нува имеет большую заслугу в сфере армянской духовной культуры позднего-средневековья. Является вершиной армянско-гусана народной лирики, щедро наделенной природой художник. Первый поэт в армянской действительности, сыгравший важную роль в духовном движении народов Кавказа многоязычными произведениями. Начиная со второй половины XVIII века, оказал влияние на грузинских, азербайджанских и армянских поэтов и ашугов. Саят Нува занимает значимое место в историко-грузинской лирике. Его работы были переведены на несколько языков мира. В 1963 году решением Всемирного совета мира было отмечено 250-летие Саят Нувы. В завершении новостей послушаем Саят Нува на Заны. Саят Нува Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...